Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, и вы смотрите и слушаете подкаст «История успеха от бизнес-школы «Вверх»» на канале Теледом. Сегодня у нас в студии необычный, невероятный творческий человек. Наталья Орлова, оперная певица, автор песен, актриса, директор фестивалей, продюсер разнообразных шоу. И это компания «Контанта». Так, Наталья, правильно? Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, всегда в наших подкастах «История успеха от бизнес-школы «Вверх»» мы рассматриваем четыре блока. Первый – «Как вы к такой жизни пришли?» Второй – «Как сейчас строится компания?» «Вы и ваша команда?» «Вы и рынок?» «Какие ваши продукты?» «В чем ваши процессы?» «Как строится ценообразование ваших основных продуктовых объектов?» Я понимаю, как это сейчас комично звучит, но я должен это произнести. Я вас, да, слушаю. Да, нормально. Третье – «В чем есть развитие вашей компании?» Так, давайте, первая часть. Как вы к такой жизни пришли? Почему вы однажды решили, что вы хотите быть оперной певицей? Ну, так сказать, вообще я всегда хотела быть певицей с детства. То есть выступала всю жизнь, ну и как-то так постепенно поняла, что это, наверное, и есть мое призвание, и зачем заниматься чем-то другим, если я могу заниматься любимым делом, тем более, которое дает мне хороший доход, ну, относительно хороший голос. Когда и во сколько вы запели? Как говорит моя мама, я запела раньше, чем я заговорила. Ух ты. То есть я еще не умела ходить и не умела произносить слова, но мелодию я уже напевала, повторяла за радио какие-то там мотивы, вот, пела. Какая была ваша первая песня, которую вы помните? Вот, которую вы спели сознательно, осознанно? «Катюша». «Катюша»? Да. Выходила на берег «Катюша». Вот именно вот это вот, да-да-да, была моя любимая выходная просто ария. Невероятно. Она же и сейчас осталась любимой песней, или уже есть какая-то новая? Очень любимая песня, особенно когда вот сейчас грядет программа «Песни военных лет». Очень люблю ее заступать с ней. Итак, вы пели, наверное, была музыкальная школа, было соответствующее образование, да? Да. Конечно. И была практика, да? Вы пели где-то в театре. Как это было? Как вас приняли? Ой, как я скажу. Почему вы не пошли вообще по карьере оперной певицы? Зачем вам это нужно? Зачем вы начали заниматься еще и бизнесом? Да, вот как раз поэтому я и начала заниматься бизнесом и продвижением организации фестивалей и концертов, потому что очень много певцов и музыкантов, к сожалению, которые сидят дома и ждут, когда же им кто-нибудь позвонит. Вот. У меня просто так сложился другой характер. Вот. Я сама везде звоню, сама прихожу, придумываю, организую, предлагаю. И что приятно, людям очень нравится то, что я делаю. Как-то я их так всех вовлекаю. И музыкантов, и бизнесменов, и партнеров различных. И говорю, давайте сделаем вот такой. Потому что само слово фестиваль, да, оно же переводится как фестива. Праздновать. Да, да, да. Поэтому фестиваль – это праздник, праздник для всех. То есть то, что вы пришли к созданию собственной продюсерской компании, это не случайно. Это отражение вашей активной жизненной позиции. Вы не хотите ждать, когда вам придут и предложат. Вы хотите сами организовать свою карьеру и свою бизнес-дорогу. Верно? Более того, даже в детстве, я помню, мама мне сейчас рассказывала, говорит, а ты помнишь, как мы поехали на море всей семьей, и ты там тоже организовала какой-то фестиваль детский. Невероятно. Фантастико. Мне еще было тогда 6 лет. Фантастико. То есть это у меня как-то так вот… В крови. В крови, да. Здорово. Окей. Когда вы сделали свою компанию? Ну, как бы официально я ее зарегистрировала, даже не помню. Ну, не помню, сколько лет назад. Но это не важно. Важно же как бы не статус компании, а важно… А когда она начала работать? Не сам бизнес, а важно, что ты делаешь. Точно. Какие проекты ты… продукты, да, вот если вы называете, рыночным языком, как вы говорите, продукты ты производишь, и насколько они нужны людям. И какие рыночные продукты сейчас можно найти заказчику в компании «Контанта». Сейчас у меня новый проект, который как-то очень-очень хорошо воспринимается публикой, зрителями, социальными организациями, правительством, бизнесменами, всеми-всеми. Это концертная программа «Песни молодой мамы». Я сама недавно стала мамой. Моей дочке всего лишь три с половиной месяца. Фантастика. Вот. Как зовут? Дочку зовут Николь. И, то есть, это вот такой продукт, как вы говорите, да, который, в принципе, сейчас очень-очень востребован, потому что песен о семье, о родителях, о бабушке. И это востребовано? Да. Это что? Нету. Сейчас как-то вот... Это субботное воскресенье, семья может прийти в зал, там поются песни, они отдыхают душой. Они могут сами выйти спеть? Как это происходит? Нет, это... Сами выйти, это уже такое караоке получается. Это мой сольный концерт, моя сольная концертная программа, которая родилась, по большому счету, вместе с рождением моей дочки. Вот. При этом некоторые из песен были написаны мной во время ожидания ребенка. И программа, она проходит в сопровождении Государственного академического русского оркестра. Также есть потрясающий очень танцевальный театр танца «Вдохновение», с которым мы выступали на Олимпийских играх, и с которым у нас тоже много концертов было. И это своего рода такой, даже, я бы сказал, музыкальный спектакль, музыкальное действие, музыкальное шоу, которое захватывает, и зритель просто вот попадает в эту атмосферу. Ну, вот как любили говорить мои педагоги по актерскому мастерству, это когда зритель вдохнул и выдохнул только уже в конце спектакля, в конце мероприятия. В данном случае это концерт, потому что, конечно же, у концертной программы это свой жанр, это и не опера, и не драматический спектакль. Хотя я считаю, что певец на эстраде, вот на той эстраде, то есть такого формата, к которому я стремлюсь, да, это уровень певцов советского периода, Магомаев. То есть это... Певец должен совмещать в себе и оперный вокал, и драматизм актера, и быть одновременно и простым для слушателя, чтобы слушатель с чем-то себя ассоциировал. Потому что когда я пою, допустим, песню о своей бабушке, на самом деле я понимаю, что я пою о всех бабушках России. Это правда. Да, когда я пою песню о родителях, то есть, с одной стороны, я эту песню посвятила, конечно же, своим отцу, своей маме, вот, но когда я пою, я посвящаю ее всем родителям. И я чувствую и вижу, как ко мне после концертов подходят мои зрители и говорят, Наталья, спасибо вам большое. Одно было желание, что вот как жалко, что мы не пригласили наших папу и маму быть с нами на этом концерте в этот вечер. Я вижу перед собой очень творческого, очень восхищенного, очень вдохновенного человека. Как это совмещается с бизнесом? Как вам удается находить внутреннее равновесие между такими словами, как прибыль, цена, доход, расход, и вот этой воздушностью, и этой возвышенностью, которую я наблюдаю? Ну, для меня вообще, в принципе, бизнес – это тоже творчество. Бизнес для меня – это своего рода миссия, потому что любой бизнесмен, он делает что-то хорошее для других людей. И когда ты делаешь что-то хорошее для других людей, а они готовы за это платить, ну, это просто самое, мне кажется, самое замечательное, что возможно. То есть хороший бизнесмен делает этот мир лучше. Это правда. Вот, поэтому я к бизнесу отношусь очень рационально и творчески одновременно. Вот, и в принципе, почему у меня как-то всегда хорошо складываются отношения, и когда я веду переговоры со своими партнерами, я как-то всегда нахожу общий язык, потому что я говорю с ними на их языке. На эмоциональном языке? На эмоциональном. Человеческом. Человеческом, да. Здорово. Вы учились в Римского-Корсакова и в ГАТИ. Да. Это два разных вуза. И они дают разные компетенции, они дают разные знания. Что бы вы могли сказать, вот что главное вам дали в Римского-Корсакова и что вам дали главное в ГАТИ, что вы точно можете использовать? Ну, в Римского-Корсакова я состоялась как музыкант, как певица. А в академии театральной я состоялась как драматическая актриса. Простите, можно я задам вопрос и простите, если это будет непрофессиональный. Какой ваш диапазон? Диапазон? Да. Голоса? Да. Ну, если так вот измерить, все три с половиной октавы. Вы можете сейчас воспроизвести какую-то строчку, которая вот покажет там вашу силу? А думаете, это надо? Да. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Не, ну, во-первых, как бы любовь и вес должен распеться к этому. Я могу что-нибудь спеть? Давайте чуть попозже. Я сейчас придумаю, потому что это как бы неожиданно. Катюшу, Катюшу. Катюшу. Да. Хорошо. Спасибо. Кайфово. Так, и в ГАТИ? Ну, в ГАТИ я училась как раз на отделении музыкальный театр. То есть мне там очень-очень понравилось, что я вбирала в себя и актерский драматизм, да, система Станиславского, вот это ощущение контакта со зрителем, да, как сделать так, чтобы у зрителя мурашки побежали. Потому что, ну, музыкантов этому не учат. Там техника, там сольфеджио, гармония, все строго. Вот. И очень часто певец проходит и просто поет. Просто поет. Я люблю не просто петь, я люблю так, чтобы это было... Чтобы была подача, чтобы была энергия, да, и чтобы зал пошел вам навстречу. Да. Скажите секрет, на какой минуте вы чувствуете, что вы в зал берете? Могу сказать, вот по своему опыту, мне нужна примерно... Я это делаю примерно на 15-18 минуте. Вне зависимости, это 20 человек, это 200 человек, это 700 человек, мой рекорд 1100 человек. Я просто почему-то чувствую, что все, я его взял. Как вы это делаете? В данном случае здесь вообще помяну. Я об этом, во-первых, никогда не думала. Во-вторых, у нас такой специфический жанр, когда я выхожу, например, в сборном концерте, и у меня всего 2 минуты песни, то я должна всех очаровать с первой секунды. С первой секунды. Какая там, вы говорите, 15-16 минуты, все, до свидания. Мне единственное, чем работать. До свидания уже. Круто, очень круто. Поэтому, ну, как нас учили в театральной академии, очень много вот таких вот моментов я запомнила и даже как-то себе переписала в дневник, потому что об этом нужно помнить. Актер и артист – это тот, на кого смотреть хочется. Наталья, простите, вы ведете дневник? Ну, не то, чтобы каждый день, но веду. Это блог или это вот девичий дневник такой с завязочками? Нет, у меня есть просто... И там написано «мысли». Мысли, да. У меня есть ежедневники, в которых параллельно сочетаются мои деловые встречи, там какие-то обязанности, которые я должна сделать в течение дня, но при этом новые стихи, новые мысли или что-то такое, вот какие-то эпизоды, которые хочется записать, запомнить. Давайте так, вы из раннего и я из раннего. Из раннего чего? Ну, там, две строчки. Давайте. Еще из стихов? Да. Давайте. Давайте лучше из последнего. Хорошо, из последнего. Как раз вот стихотворение, которое сочинилось прямо в роддоме, на Фурштадской, да, где я родила свою замечательную девочку. И вот оно так и написалось. Дитя взглянуло мне в глаза, Мне снова захотелось петь И в своей песне рассказать Всю жизнь свою, как исповедь. Как будто детская душа Меня увидев все поймет, Родная нежность малыша Улыбкой в счастье позовет. Жизнь начинается с любви. И нету на земле мудрей Слияния в сердцах детей Любви отцов и матерей. Ведь каждый может подарить Частичку счастья ближнему И зло добром остановить, Найти свой путь к Всевышнему. И очищается душа От чувства нежного любви, Улыбки светлой малыша И вечной радости весны. Когда в глаза дитя гляжу, То на любой вопрос судьбы Ответ простой я нахожу И побеждаю без борьбы. Круто. Спасибо. Правда, невероятно. Вы знаете, я почувствовал эту силу, Эту тепло, эту энергию, Которую вы заложили в эти строчки. Как они приходят? Это что, это какое-то вдохновение? Ну вот это что-то такое, даже, наверное... А вы сразу записываете? Или вы еще потом долго чистите, Подбираете слова? Иногда сразу записываю, Иногда, да, вот, как вы говорите, Чищу. Вот. Иногда просто вот как есть, Так и пишу. В каком эмоциональном состоянии Творится вам лучше? Когда вы расстроены, Когда вы, наоборот, восхищены, Когда вы уравновешены, Когда вечер закончился, И вы можете спокойно сесть за стол, Достать лист бумаги И сделать какое-то первое слово. Как? Как это происходит? Я вам сейчас скажу вообще Странную вещь. Вы как Менделеев. Утром просыпаетесь, И строчки сами ложатся. Полнолуние. Правда? Фантастика. На меня действительно Очень действует луна. То есть, когда полнолуние, У меня какой-то такой Творческий подъем, Такие бессонные ночи, Такие строки приходят. Но не каждая полнолуние, Но вот, как правило, Если какой-то начинается подъем, То я потом смотрю на луну, А, точно, полнолуние. А вы как-то в этих строчках Всегда отрабатываете Только тот эмоциональный опыт, Который произошел? Или это могут быть Какие-то строчки о мыслях, Какой-то идее, Которая вдруг возникла? Иногда даже я пишу, И я понимаю, Что я пишу какую-то историю, Но это чужая история. Это не про меня, Но это про кого-то другого. То есть у меня есть, Например, стихотворение Баллада о заре. Оно очень длинное, Очень трогательное. Тоже многие говорят, Ой, мы там... Ну, это вообще песня, Я потом сделала песней, Но даже когда читаю стихотворение, Люди тоже как-то проникаются, И вот... Круто. Это тоже было в полнолуние. Языком бизнеса У вас есть отработанный продукт. У вас есть упаковка этого продукта. Вы не только продавец этого продукта, Вы и автор этого продукта. Автор-исполнитель. Автор-исполнитель, да. Значит, у вас есть и аудитория, Есть потребители этого продукта. Какие-то характеристики аудитории? Кто они? Это люди, которые определяются Какими ценностями? Что их интересует? Почему они с вами? Ну, первое, Семейные ценности. Да. Интеллигентность. Интеллигенция, я бы сказала. И еще вот такое понятие, Как зрелая душа. Причем душа может быть зрелой И в 15 лет, А некоторые и в 50 лет. Как говорится, еще не дозрели. Вот. Но это у каждого свое. То есть это никак не меряется, Никак не соизмеряется. То есть просто есть люди, Которые слушают разную музыку. Одному нравится одно, Другому другое. Кто-то курит, кто-то не курит. Кто-то пьет алкоголь, Кто-то не пьет алкоголь. То есть у каждого бизнеса, Да, у продукта есть свой потребитель. Вот и все. Интересно. Вам кто-то помогает? У вас есть маркетологи, Есть дизайнеры, Есть те люди, Которые доводят его уже До рыночного состояния. Или вы от начала и до конца Автор этого продукта. От слов песни до ее выхода, До того, когда потом он Прокладывает свою дорогу в интернете, До того, как она подается публике. Здесь полностью все от начала и до конца Это ваше. Ну, по большому счету, да, конечно, Все это мое полностью творчество. Но, естественно, я всегда, Как любой грамотный человек, Прибегаю к помощи специалистов. То есть у меня и на концерте, Который состоялся в Смольном соборе, Одним из партнеров был модный дом Август Вандер Вальс. И стилистов профессиональных привлекаю. То есть это... Я люблю работать с профессионалами. То есть невозможно в 24 часа Все успеть и... Все сделать самой. Да, все сделать самой. Мы все, как говорится, люди. Невозможно быть гениальным 365 дней в году. У вас продюсерский центр. И этот продюсерский центр продюсирует только Наталью Орлову? Или у него есть и другие авторы, Другие исполнители, которых вы продюсируете лично? Так, чтобы вот именно лично кого-то конкретно продюсировать, К сожалению, мне не разорваться пока. Но вот этот фестиваль, который я создала международный, Который называется «Музыка любви», В рамках этого фестиваля, конечно же, Я с удовольствием всегда приглашаю других исполнителей, И мы вместе создаем такой праздник музыки. А как это происходит? К вам приходит, например, девушка или молодой человек, И говорят, я хочу быть звездой. Или я хочу петь. Наталья, сделайте из меня звезду. Вот расскажите, буквально в смысле, Что я должен вам сказать, чтобы вы меня взяли в продюсирование? Нет, ну, во-первых, у меня уже очень-очень и очень много Друзей, партнеров, музыкантов. То есть за мою творческую карьеру. Это и те, с кем я училась, И те, с кем я выступала вместе на одной сцене. Я всех их знаю, И они знают о том, что делаю я. Им интересно, они говорят, Наталья, можно нам? Иногда кто-то советует, А вот послушай, я слушаю, Если действительно проникаюсь, И мне очень-очень нравится, конечно. Потому что я считаю, что любой талант, Это дар свыше, Это какая-то божественная искра, Которую послал тебе Господь Бог, И ты просто обязан ею поделиться с другими людьми. Или тебя там наверху просто очень-очень накажут, Скажут, ну как же так? Мы тебе так наградили, Такой вот, такой капитал тебе дали, А ты его не использовал. Сколько сейчас вы певцов еще или певицы ведете? Специально я говорю, что не веду. Значит, это продюсерский центр, Который ведет только одну певицу, Наталью Орлову. Ну, в данном случае, да, Но не именно меня, да, То есть это фестиваль делаем. То есть я как певица, Меня также приглашают другие продюсерские центры, Другие компании, Чтобы я выступила в каких-то мероприятиях, В каких-то концертах, Поехала куда-то с гастролями. То есть это уже здесь... В данном случае у меня есть концертный директор, Который обсуждает и решает мой гонорар, Мой райдер и все условия моего участия В чужих мероприятиях. Но, как я сказала с самого начала, Я люблю тоже делать праздники, да, То есть музыкальные концерты. И вот ваша специализация, Вы продюсируете фестивальные праздники? Да, да, концерты, да. Фестивали и музыкальные концерты? Да, да. Окей. Вы говорите про фестиваль. Давайте про фестиваль. Как он родился, Как возникла идея, Как создался концепт, Как он обсуждался И в какой форме он сейчас находится? Это уже законченная форма Или она еще меняется? Ну, мы уже провели два фестивала. Ну, то есть это ежегодный фестиваль. Сейчас второй год подряд он проходит в Финляндии. Вот сейчас в прошлом году мы поставили... О чем он, этот фестиваль? Фестиваль музыка любви, да. То есть это музыка, которая гармонична, Символ которой любовь. То есть любовь всеобъемлющая. То есть это любовь к природе, Любовь к своей стране, Любовь ко всем, да. Вот любовь в понимании вселенского масштаба. Вот, поэтому я приглашаю туда тех артистов, Чья музыка, она делает этот мир лучше. То есть есть музыка, которая разрушает нас. Многие люди этого не понимают и не знают, Но есть музыка, реально слушая которую, Человек может заболеть. Вот. Но при этом там своя энергетика, И люди, которые уже, скажем, Я об этом могу очень долго говорить, Психологически на нее готовы. Ну, как, если можно сравнить, Наркоманы, да. То есть им это нужно. У них есть такая потребность Слушать именно эту музыку. Да. То есть такую музыку я не беру В свой фестиваль. Но если это музыка, От которой хочется... Петь. Петь, да. Жить, творить. От которой просто душа как-то расцветает, И хочется делать, Творить какие-то добрые дела, То, конечно, это как раз музыка Для моего фестиваля. Замечательно. Итак, есть фестиваль, Есть понимание того, Какие песни вы принимаете, Какую музыку вы принимаете на фестиваль, да, Что вы не берете. Ну, потому что важно знать, За что ты, И также важно знать, Против чего ты. Да, конечно. Есть понимание вашей аудитории, И есть ваша дорога От того, что вы в 6 лет, Или там, когда вы говорили, В 6 лет вы сделали свой первый фестиваль, Первый фестиваль на Черном море, да. Замечательно. Хорошо. В чем развитие? Как вы видите, Что потребует в новое время, В условиях кризиса, В нашем 2015 году, Теперь же, Как вы будете видоизменять этот продукт? Потому что, ну, понятно, Что уменьшится количество людей, Которые смогут себе позволить съездить в Финляндию. Ну, просто. Одни деньги, когда евро стоило 42 рубля, И сейчас, когда так. Как будет видоизменяться фестиваль? Ну, он, конечно же, будет видоизменяться, Вот. Но, как я изначально сказала, Что любой бизнес, он направлен на людей. То есть нужно просто что-то делать Не ради себя, а ради других. И тогда другие захотят тебе заплатить. То есть другая концепция, другой подход, Еще свои бизнес-секреты. То есть никто не... Я иногда, когда делаю какой-то проект, Потом посчитаю его себестоимость, Думаю, боже мой, Это же такие огромные деньги, А у меня их не было. Но они раз, и появились. И себестоимость, ну, допустим, миллион. Вот. Но при этом этого миллиона у меня изначально не было. Но откуда вот он раз, 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 и образовался? Вот. Это просто умение заинтересовать других людей. Потому что, по большому счету, что такое деньги? Деньги – это энергия. Да. Которая передается от человеку к человеку. Это оценка качества вашего продукта. Поэтому, в принципе, нужно просто сделать так, Чтобы другой человек захотел с тобой поделиться этой энергией. Да. Вот. А от этого уже... То есть тебе нужно предлагать ему качественный продукт. Да. И нужно предлагать так, чтобы он в этом заинтересовался и понял, Что другого такого продукта просто нету. Сто процентов. Вот и все. Об уникальности. Потому что, если тебе что-то нужно купить, Очень нужно. Тебе не важно, сколько это стоит. Ты пойдешь и купишь. Потому что это нужно тебе, это нужно твоему ребенку, Это нужно твоим близким. Даже если у тебя нет денег, ты пойдешь их заработаешь. Кто у вас главный приемщик качества продукта? Чье мнение? Кто тот человек, который после концерта говорит вам, Молодец, хорошо. Или, а-а, не доработала. Ну, во-первых, я сама. Во-вторых, у меня есть свои учителя, наставники, партнеры, Которым я всегда прислушиваюсь, мнения которых мне очень важно. Вот. Ну, конечно же, близкие люди. Мой супруг, мои родители. Это главные критиканы, скажем так. Но, тем не менее, все равно это очень важно. Потому что, как бы... Какой критерий успеха? Например, вы для себя отмечаете, что после этого концерта Ко мне подошло и сказало спасибо 17 человек. А после этого концерта 5 человек. А-а, что-то я, видимо, не до конца доработала. Есть какие-то числовые измерители успеха? Я понимаю, что я сейчас говорю, может быть, такие кошмары еще. Не знаю, там, может быть, вы в букетах цветов измеряете. Сегодня подарили 5 букетов. Нет, здесь, мне кажется, что слова... Это, конечно, здорово, да, потому что вначале было слово. Но мне вот, например, запомнился один концерт. Он был не таким большим. Проходил в Александро-Невской лавре. Вот. На этом концерте были ребята из детского дома. И там был мальчик, которому 9 лет, но который за 9 лет ни разу не сказал еще ни одного слова. Не говорил. Так вот после концерта мне позвонил на следующий день директор. И говорит, Наталья, вы не представляете, что случилось. Он заговорил. Фантастика. Он заговорил, и первое слово он сказал «мама». Круто. А я как раз тогда тоже... У меня была премьера вот этой песни о маме, которая, собственно говоря... Какой силы эмоций родилась в душе ребенка? Представляете, в 9 лет он был аутистом. То есть он ни с кем не разговаривал. У него были проблемы с речью, он не разговаривал. То есть вот мне кажется, вот это вот намного важнее. Вот слов «спасибо», «благодарю», «денег в кассе». Конечно, деньги в кассе – это тоже здорово. Но вот такие мгновения, когда вот тоже один из педагогов нам в театральной академии сказал, тоже у меня записано в моем дневнике, что хороший концерт или хорошее культурное мероприятие, именно культурное мероприятие, по большому счету, должно разделить жизнь слушателя пополам. Жизнь до и жизнь после. Вот это вот, мне кажется, настоящее искусство. Когда ты соприкасаешься с этим, и что-то в тебе преломляется такое, и ты понимаешь, что вот твоя точка зрения была такая, а тебе сейчас показали жизнь с другого ракурса. И ты что-то вот для себя приобрел, что-то новое, каким-то образом поднялся на новую ступень. Потому что искусство, оно, конечно же, должно человека возвышать. Это та польза, которую вы своим продуктом приносите аудитории. Да, конечно же. Вы изучаете конкурентов? Кто ваши конкуренты? Я конкурентов не изучаю, первое. Во-вторых, я считаю, что на сцене, и если человек делает то же, что и я, так это не конкурент, это мой соратник. Это просто и замечательно, и здорово, что кто-то тоже поет такую же музыку, которую пою я. Мне бы очень хотелось, чтобы песни о семье, о детях, о родителях звучали по радио или из экрана телевидения. Потому что, к сожалению, я недавно себя поймала на мысль, что все песни, которые я слушала в своем подростковом возрасте, они носили какой-то деструктивный характер. Там про несчастную любовь, про что-то еще. А потому что это отражало какое-то внутреннее напряжение. Мне кажется, что наоборот, нужно воспевать счастье, доброту, какие-то семейные ценности. То, ради чего мы живем. Потому что жизнь, конечно, она с одной стороны трудна, но с другой стороны, как в одной из моих песен, это не мои строки, я их просто услышала. То есть я была в березовой роще, и так родилась песня о березках. Мои слушатели, кто бывали на моих концертах, эту песню, конечно, знают. И там такая фраза, что каждый день стремиться к свету Божьему, силы брать у матушки земли. В этой жизни ничего нет сложного, если жизнь твоя полна любви. Поэтому, если мы все делаем с любовью, через любовь, то как-то все двери открываются, открываются сердца, и люди начинают тебе помогать. Как ваш муж относится к тому, что вы отдались полностью этому бизнесу? Потому что пение – это зов души, это ваше призвание, но это еще и бизнес. И когда совмещаются две вещи, когда ты не только выходишь и поешь, что за тебя кто-то организовал, но ты еще и продюсируешь, это значит, что времени вы тратите на свое дело любимое просто в два раза больше, в три раза больше. Муж как относится? Муж мне во всем помогает. А он бизнесмен, и он вас поддерживает? Он тоже и бизнесмен, и музыкант. Поэтому у нас как раз музыка нас связала. На чем он специализируется? Он поет, играет, танцует? Он играет на баяне. Вау! Да. Круто, здорово. Я тоже в детстве играл на баяне, и это инструмент мне очень нравится. Да вы что! Как замечательно. Я, правда, остановился на тирольском вальсе, но тем не менее, да, я вот два года... Да, мой муж тоже, он закончил консерваторию, играл на баяне, был одним из таких ведущих баянистов, а потом ушел в бизнес. Несколько лет вообще не играл. Выступаете в баяне? Ну да, вот теперь вместе выступаем. Здорово. Окей. Это значит, что у вас есть таким образом возможность побыть вместе? Конечно. Не то, что он порознь, вы порознь, но вы можете побыть вместе? Да, это дорого. И на гастроли вместе, и везде вместе. Хорошо. География. Это только Петербург, Ленобласть, Северо-Запад, Россия. Как распространяется ваша продюсерская сеть? Ну, смотрите, то есть как именно, если полностью все делать под ключ, то, конечно, в Петербурге мне легче работать, потому что здесь... Это ваша территория. Да, моя территория. Это ваш рынок. Вот. А на Западе, если мы делаем, иногда я работаю как со-продюсер, со-организатор каких-то мероприятий, потому что... Каких, например? Ну, мы проводили в Канаде ряд концертов, и я там помогала. С одной стороны, помогала, с другой стороны, я, конечно, очень многому там научилась. Вот. Потому что собрать полный зал в Канаде на певицу из России, которую никто не знает. Это был риск. Это был риск, но... Он был оправданный риск, и, в принципе, мы... Так, полный зал, причем это был один из самых больших концертных залов в Монреале. Вот. Я посмотрела, как это делается. То есть это свои просто механизмы, свои секреты. И также вот у меня прошел концерт в Смольном соборе 30 ноября, на День матери. У меня, честно говоря, поскольку я, как сказала в самом начале, я три месяца всего лишь как мама, то есть после роддома, с ребенком, которого надо кормить, ухаживать и это самое, я не стала много времени и сил тратить на рекламу этого концерта, но, тем не менее, у меня был полный зал. Я даже не знала, куда маму с папой сажать, искала места, звонила друзьям. Вы придете? Говорят, ой, мы не можем. О, про себя подумала, хорошо, вот туда-то я маму с папой посажу. Потому что приятно, когда зрители приходят на концерты не потому, что это вот, не знаю, модно или что-то, а просто они где-то меня слышали, и они уже своим друзьям рассказали. И из концерта в концерт я вижу одних и тех же людей, которые... То есть это маркетинговый инструмент из уст в уста, о вас рассказывают. Из уст в уста. И ваша аудитория делится на две части. Это те, кто вас знает и кто рекомендует, и новички, которые приходят, и если они попадают в ваше обаяние, они остаются с вами, то они, соответственно, о вас рассказывают своим друзьям. А по большому счету, так вот посмотреть в 19 веке не было ни радио, ни телевидения, но также были концерты, также были большие залы, люди приходили, поэтому... Какие ваши максимальные залы? Максимальные? Вы имеете в виду по наполняемости? Сколько людей вы собирали на свои концерты? Ну вот в Канаде мы собрали примерно три тысячи человек. Вау, круто, правда. При том, что меня никто не знал, как я сказала. Как вы используете интернет? Честно? Для продажа, для продвижения. Практически никак. Интернет это моя, говорится, такая... Ахиллесовая пята, скажем так. Ну или это, скажем, поле для возможностей. У меня просто-просто нету времени еще сидеть вот перед компьютером и что-то делать. То есть я человек именно общения. То есть я прихожу, разговариваю, общаюсь и предлагаю, и людей зажигаю, вдохновляю. Наталья, просто благодаря интернету вы сможете на час времени получить эффективность, конечно, гораздо больше. Я знаю, да. Займусь. Свой сайт никак не могу там доделать, переделать. Ну, постепенно. Когда вы хотите, вы это сделаете? Постепенно, да. Окей. Итак, развитие. Есть фестиваль. Вас приглашают. У вас продюсерский центр. Вы работаете вместе с мужем. Ваш основной маркетинговый принцип продвижения из уст в уста. Ну, в принципе, можно сказать. Вы автор своих текстов, автор своих песен. Значит, вы полностью несете ответственность и за качество продукта, и вы для себя являетесь таким главным контролером и главным приемщиком качества. После концерта, да, хорошо сделала. Или можно было лучше. Но, тем не менее, все равно вы самый строгий судья по отношению к самой себе. Так? Ну, конечно, самый строгий. Пришло время для Катюши. А я думала, еще ваши стихи вы хотели тоже. Давайте, давайте по очереди. После вас. Я не могу перед вами. Пожалуйста. Наталья, после вас. Нет, правда, я прочитаю. После вас. Да? Да. Ну, ладно. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходи на берег, Катюша, На высокий берег на крутой. Выходи на берег, Катюша, На высокий берег на крутой. Фантастика, фантастика. Просто фантастика. Браво, браво, браво. Спасибо. Просто здорово. Правда. Это было в 85-м году в Германии, В 12 метрах под землей. Говорят мне друзья на пирушках, Накачавшись изрядно вином. Ты поэт, и угрешь ты великим, А другие, опять, дураком. Разрываясь между двух этих мнений, Все никак не могу я понять. То ли действительно я законченный гений, То ли талантливый тонкий дурак. У меня тогда был друг, Олег Михайлович, И он есть, конечно. И мы вот так вот перебрасывались словами, И получили такие строчки. Я даже сейчас не помню, Это украденные строчки, Или это мы придумали, Потому что я тогда много читал. Знаете, ночью, когда ты несешь вахту, Это как-то предполагало возможность много читать. Ну, ладушки, хорошо. Здорово. Правда. Я сам почувствовал просто эту энергию, Которая от вас идет. И я вам за это очень благодарен. И уверен, что слушатели подкаста «Берись. История успеха» От бизнес-школы вверх Оценят эту энергию, И это тепло, Которое сейчас в студии рождается Благодаря Наталье. Большое вам спасибо. Но! Итак, Новый год. Это вызовы. И, соответственно, Должны происходить какие-то трансформации С вашим основным продуктом. Что? Это как-то отразится в вашем эмоциональном состоянии? И, соответственно, песни будут о другом? Не только о любви, Не только о маме, Но еще о рынке, О амбициях, О возможностях, О развитии, Про «Не сдамся». Может быть, там появится какая-то такая... Да, ну, во-первых, Очень люблю Макаревича, Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше этот мир прогнется под нас. То есть кризис приходит и уходит. Приходят революции и уходят. Но какие-то вечные ценности, Они остаются. Мне кажется, что, в принципе, Главная задача – это иметь сознание пчелы. Пчела живет миллионы лет. И ей все равно, кто там правит, кто не правит, Что там происходит. Она просто собирает нектар. Делает свое дело. Делает свой мед. И, значит, ваш рецепт – Не меняться и не прогибаться под изменчивый мир. Мой рецепт – просто оставаться с собой И концентрироваться на том главном, Ради чего ты рожден. Ради чего ты пришел в этот мир. А там уже, как говорится, Будь что будет. Круто. Круто. Наталья, смотрите. Делай, что должно, и будь что будет. Делай, что должно, и будь что будет. Вы работаете с людьми. Вы поете для людей. Вы общаетесь с людьми. И вы говорите о том, что это ваш основной инструмент работы И продвижения вашего продукта. Конечно, это нормально, когда человек устает. Как вы восстанавливаетесь? Знаете, меня очень часто спрашивают, Марина Ильич, как тебе удается? К вечеру он такой, нормально, я быстро говорю, Быстро машу руками, быстро соображаю. Расскажите мне мой рецепт. Он очень простой. Я не общаюсь с людьми, с которыми не хочу общаться. Я не общаюсь с теми людьми, кто мне не интересен. Я не общаюсь с людьми, которые мне не могут быть полезны. Это правильно. Это правда. И самое главное, я не общаюсь с людьми, которые не могут быть моими друзьями. И это мой способ не тратиться. Какой ваш способ сохранять свою энергию? Ну, вот согласна с вами насчет не, потому что в этой жизни важно не только то, что ты делаешь. В этой жизни намного важнее то, что ты не делаешь. Поэтому очень важно расставлять приоритеты и не тратиться на ненужные вещи. В том числе на ненужных людей. И хотя, конечно, так это грубо сказано, да, ненужных людей. Но просто учитывая то, что нам всем дано поровну 24 часа на каждого, да, и чем отличается богатый человек от бедного, это просто тем, как он тратит свое время. Вот. А помогать восстанавливаться мне помогает природа. То есть я всегда стараюсь уйти в лес, подышать свежим воздухом. Именно на природе или в парке у меня рождаются какие-то новые строчки. Там я отдыхаю душой. Вот. Проводить время с семьей, со своей дочкой, с мужем, с родителями. Вот. Просто жить. И быть с теми людьми, кто вас любит и кого вы любите. Да. Да. Здорово. Уважаемые слушатели и зрители подкаста «История успеха» от бизнес-школы Верх. Сегодня получился у нас необычный подкаст. Потому что в гостях у нас была Наталья Орлова, владелица продюсерского агентства, сама певица, автор текстов, автор песен, продюсер фестиваля, фестиваля о любви. И, Наталья, могу сказать, что это время, которое мы провели, для меня было просто абсолютно мгновенным, потому что я был очарован вашей энергией, вашим обаянием и той силой жизни, которая от вас исходит. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Давайте мы договоримся, что в конце 2015 года вы придете и расскажете о том, как вы год прошли и каких новых творческих успехов и горизонтов вы достигли. А давайте, с удовольствием. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, друзья. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»